Франшиза Терминатор поистине уникальна – она слишком шаблонна, чтобы жить, но слишком известна, чтобы умереть. С начала века серия породила 4 фильма и телесериал, и каждый проект обычно вызывал коллективный смиренный вздох и широко распространенное мнение, что это была лишь имитация искусства. Киноманы знали, что их ждет мрачное будущее, и, казалось, нет никакого способа избежать его. Но затем Терминатор Тёмные судьбы 2019 года внезапно подарил фанатам луч надежды – альтернативную временную ветку, с помощью которой новые фильмы могли бы обрести второе дыхание. Помогал писать историю Джеймс Кэмерон, а Тим Миллер из Дэдпула сидел в кресле режиссера. Более того, Линда Хэмилтон вернулась к своей роли Сары Коннор впервые после 1991 года, так что Терминатор Тёмные судьбы имел все необходимое для нового старта. В качестве дополнительного бонуса он даже проигнорировал Восстание машин, Да придет спаситель и Генезис, и это было жизненно важно для истории о роботах-убийцах. Он попытался возродить интерес к научной фантастике 80-х годов, но после выхода сказал нам, Да, к большому разочарованию всех, фильм собрал не так много в кассе. Согласно бокс-офис Моджо, Тёмные судьбы получил 261 миллион долларов по миру, из которых 62 были заработаны внутри страны при бюджете в 185 миллионов долларов. Но на самом деле фильм был неплохим – Rotten Tomatoes оценили его как наиболее понравившийся критикам фильм серии после Судного дня, но почему он провалился? По словам звезды Тёмных судеб Маккензи Дэвис, ответ прост – люди банально устали от франшизы. Выступая в качестве гостя на подкасте Happyset Confused она сказала, что касается кассовых сборов и прочего, то это уже шестая часть, а прошлые три почти никто не видел, так что я понимаю. Я не думаю, что это говорит о низком качестве нашего продукта, но понимаю, что аппетит аудитории уже пропал. И это вполне логично. Даже Звездные Войны в последнее время пострадали от усталости фанатов, а эта франшиза с гораздо более широким охватом, чем Терминатор, где один или два персонажа снова и снова проходят одну и ту же сюжетную линию. Трудно также забыть многочисленные разочарования, которые фанаты Терминатора пережили за последние два десятилетия. Большинство фанатов простят одну оплошность, но немногие решат вернуться к тому, что им когда-то не понравилось спустя годы, особенно если качество будет немногим лучше. Темные судьбы могли бы стать одним из лучших фильмов про Терминатора, и, по мнению некоторых фанатов и критиков, так оно и есть, но ему все же пришлось бороться с наследием своих предшественников, чтобы продать себя. Некоторые также выдвинули более мрачное объяснение тому, почему Темные судьбы недостаточно успешно показали себя в прокате – сексизм, который является одним из важнейших факторов неэффективности боевиков с женщинами на главных ролях. Основной состав Темных судеб состоял исключительно из женщин, и интернет-тролли вцепились в этот факт стальной хваткой. Однако Дэвис не поддерживает это мнение. Говоря о неэффективности фильма, она сказала, «Насколько это было связано с участием женщин на главных ролях, я не знаю. Я никогда не хотела думать об этом факторе, потому что я не могу его контролировать. Я женщина, и мне понравилась эта роль, и я горжусь тем, что снялась в этом фильме. Поэтому не могу сказать, никто его не посмотрит из-за сексизма» Я думаю, было бы проще ответить на это так. Короче, шесть фильмов для этой серии уже слишком, теперь мы поняли. Но хорошие новости в том, что карьера Дэвис не пострадала. Только в 2020 году она появилась в фильме Джона Стюарта Честный кандидат и в хите Hulu Самый счастливый сезон. Плохие новости – с момента выхода Темных Судеб не было ни слова о том, когда вернется Терминатор и вернется ли вообще. Хотя знаменит он ещё одной фразой. – Я вернусь. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!